Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите новости «Анапа-регион» в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, коротко о главном. Да будет свет в селе Супсех. Ещё один район обеспечен бесперебойным электричеством. Генеральная уборка «Анапа» сбрасывает серый наряд и переодевается в яркий летний. Подготовка к курортному сезону идёт полным ходом. Начинающий по этой городской конкурс чтецов объединил юные дарования. Сильный ветер не стал помехой для бригады «Кубаньэнерго», которая сегодня завершила монтажные работы на новой трансформаторной подстанции в Супсехе. Она будет питать электроэнергией районного строя в частном секторе села. И это лишь один из фрагментов большого дела – модернизации создания современного энергохозяйства города-курорта. Анапский энергорайон расширяет границы. Новые жилые массивы требуют обеспечения инфраструктурой. Бригада филиала «Кубаньэнерго» и юго-западные электрические сети завершает монтаж на новой подстанции. К новостройкам смонтирована линия электропередачи. Построить новую линию мало. Необходимы дополнительные мощности для подключения. Возможность нарастить мощности даёт инвестпрограмма. С городскими властями согласованы ключевые точки приложения инвестиционных усилий. В 2016 году на самом деле очень большой комплекс работ был выполнен в части распределительных сетей. Это 6,10,04 кВт. Сумма порядка более 190 миллионов была потрачена. Реконструировано было и построено порядка 80 километров линии электропередач данного класса напряжения. И порядка 75 подстанций 6,10,04. Также было проведено техобслуживание, техремонт порядка 200 километров линии электропередач данного класса напряжения. И порядка 50 подстанций. На этот год планы ещё внушительнее. 250 миллионов направят на строительство новых распределительных сетей. Без малого миллиард вложат в модернизацию подстанции Пионерская. За последние, наверное, 3,5 года очень огромный комплекс работы именно в городе Курорте-Анапе проведён. Мы можем вспомнить и реконструкцию подстанции ЖМТ с увеличением трансформаторной мощности. И масштабную, грандиозную реконструкцию подстанции Анапской. Также с увеличением трансформаторной мощности. Это ключевые подстанции города-курорта Анапы. Как я уже сказал сейчас до этого, это сейчас идёт реконструкция подстанции Пионерской. Ну и плюс серьёзные вложения в распределительную сеть города-курорта. Эффект от этой работы в сокращении числа аварий на 60% по сравнению с прошлым годом. Проблему доставляют частные сети, но над решением тоже работают. Энергетики уверены, в ближайшее время отключений будет минимум. И просят жителей Анапы набраться терпения. В субсехе решают проблему с отводом ливнёвых вод. Во время паводка местные жители жалуются на подтопление дворов. Накануне глава города Сергей Сергеев на месте разбирался в проблеме. Вместе с главой сельского округа определили фронт работ. Подрядчик уже приступил к выполнению. В сельской администрации говорят, что проблему необходимо решать при содействии жителей. Сверху вода стекает. Это единственная, скажем так, действующая ливнёвка, ливневая канава. И вода сверху стекает в начало села Субсех и уходит в обводной канал. Сельский глава сегодня разбирается в проблеме не хуже любого инженера-гидролога. Родники и дожди питают небольшое озеро. По исторически сложившемуся пути избыток воды течёт вниз. Это улица Терешковой, под асфальтом труба. Она не справляется со сбросанными водами, потому что частично забита наносами песка и глины. Часто поток приносит мусор. Первое, что необходимо сделать, прочистить трубу под дорогой. Работы были начаты уже две недели назад. Работы объёмные. Планируется закончить работы, но я думаю, ещё, наверное, недели две. Это все работы будут закончены. Может быть, около трёх недель. Всё зависит от погодных условий. Мы бы их и раньше начали, но погодные условия нам, к сожалению, не позволяли приступить к этим работам, потому что грязь. Вместе с тем трубу прочистить мало. Грязь приносит трубу, потому что часть воды течёт по земле. Каждый владелец дома сделал ливневую канализацию, как посчитал нужным. Вдоль нескольких домов проходит основательный жёлоб из бетона, сделанный с явным запасом. Где-то просто проложена труба диаметром до 20 сантиметров. Хотя специалисты говорят, что по нормативам положено делать в полтора раза больше. Часто перегораживают, вот канал перегорожен, нужно согласование, затягивается работа, то есть идём согласовывать с хозяином, выдёргиваем эти трубы маленького диаметра. И куда положить грунт, тоже согласовываем с людьми. Часто людей не бывает, поэтому затягивается эта прочистка на прочное время. Ну и часть вот обводного канала тоже засыпан. Люди, когда застройщики строились, они, так сказать, без проекта, без согласований. Вот в таком состоянии сейчас находится ливневая канализация. В сельской администрации предлагают относительно недорогой и простой в обслуживании вариант – металлический жёлоб с решёткой. 5 метров стоит порядка 12 тысяч. Установить берутся бесплатно. Пока же места разлива воды из-за низкой пропускной способности труб создают риск подтопления дворов во время паводков. Параллельно подрядчика расчищает обводной канал. Все работы проводятся в тесном взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева к решению проблемы избыточных паводковых вод подключили специалисты-гидрологи из проектного института. Сегодня водоём переполнен. Необходимо понизить уровень воды и перенаправить потоки от Родниковой. Анапа продолжает готовиться к курортному сезону. Предприятие «Чистая Анапа» днём и ночью приводит в порядок улицы, скверы и парки после зимы. Масштабную генеральную уборку планируется завершить к майским праздникам. «Чистая Анапа» – самая крупная в городе мусороуборочная компания. На обслуживание у которой, кроме жилого сектора, свыше полутора тысяч организаций. В автопарке предприятие 30 единиц спецтехники. Работает она круглосуточно. В ночное время дороги курорта очищаются от остатков пескосоляной смеси, которые посыпали улицы во время гололёда зимой. Днём спецтехника очищает тротуарную плитку и буквально моет наш город. Мы начнём с главной площади нашего города, с театральной. Затем перейдём на центральную набережную. Всё это мы планируем сделать и сделаем к 1 мая. Работы эти производятся при помощи парогенератора и мойки высокого давления. Я хочу отметить, что при производстве этих работ не применяются химические вещества. Это очень важно. Это позволяет не наносить вред нашим красивейшим газонам и клумбам. Специальный парогенератор способен очистить даже самые стойкие загрязнения, в том числе и жевательную резинку. За чистоту на улицах курорта отвечают около сотни дворников. Их рабочий день начинается в 5 утра, чтобы анапчан, идущих на работу к 9 часам, встречал чистый и опрятный город. Порядки наводятся во всех парках и скверах. Моются бордюры, памятники и малые архитектурные формы. Приводят в порядок фонтаны. На сегодняшний день в нашем коллективе трудится 250 человек. Это настоящая команда профессионалов, любящих свой город. Мы приложим все усилия, чтобы наш город был самым чистым и опрятным. С приближением курортного сезона предприятие перейдет на усиленный режим работы. У дворников будет три рабочие смены до двух часов ночи. Мусоровозы, кроме установленного графика, будут вывозить мусор по мере необходимости. Но чистым и опрятным курорт поддерживается силами не только этого предприятия. В благоустройстве задействованы все коммунальные службы города. Кроме того, свой вклад может и должен внести каждый анапчанин. Весна – время субботников. Ближайший – всекубанский. Пройдет 8 апреля. Прощальный тур зимы. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 1 и 2 апреля в большинстве районов края ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Стоит ли ожидать минусовых температур анапчанами, какая погода ожидается на побережье в ближайшие дни, нам рассказала главный синоптик Анапы Елена Никулина. На ближайшую ночь у нас ожидается без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Порывы до 23. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем 13-18 тепла. То есть заморозка на Черноморском побережье не ожидается, но по районному есть вероятность, поскольку район у нас более северный. На ближайшие двое суток, то есть со 2 по 3, 0, 4, без осадков, ветер северо-восточный и восточный уже будет 4-9, местами порывы до 14. Температура воздуха ночью уже будет повыше 4-9 тепла, днем 12-17, местами до 20. Но на ночь с 1 и 2 большинстве районов края, за исключением Черноморского побережья, ожидаются заморозки до минус 1-3. То есть по району есть вероятность, что будут заморозки. Юные анапские поэты читали свои стихотворения в Центральной библиотеке города. Там прошел конкурс «Подснежник-2017». В нем приняли участие школьники со всего района. Дети от 7 до 18 лет выступили перед жюри не только со своими стихами и прозой, но и наизусть рассказали произведения кубанских поэтов. Каруселей много-много прокачусь, это все моя анапа, очень ей горжусь. Стихотворение «Моя анапа, моя Кубань» Дарина Маширина написала сама. Девочка учится в третьем классе, начала увлекаться поэзией еще до школы. Говорит, что ее любимые темы – природа и животные. Дарина уже участвовала в международном интернет-конкурсе, где ей вручили благодарственное письмо. Читать люблю, очень сильно люблю читать. Я первое стихотворение написала в 5 лет, и мне очень понравилось играть в игру рифмы. Я в нее играла, и потом уже как-то начали появляться стихотворения. «Подснежник-2017» – весенний детский литературный конкурс. Он посвящен 80-летию образования Краснодарского края. Творчество ребят оценивали анапские писатели-поэты. У Татьяны Усковой уже издано 9 книг, 4 из которых детские. Очень много одаренных, талантливых ребят. У них неплохие стихи, и главное, со смыслом. Они волнуются о своем городе, они его любят. Задумываются о войне. В общем, серьезные ребята, молодцы. Мы развиваем творчество детей, даем им в течение года общаться. И они приходят сюда к нам в литературный клуб заниматься. И вот это итог их работы за полгода. Из 30 участников были выбраны лучшие чтецы в 6 номинациях. Победителям ручили грамоты и памятные призы. Следующий конкурс юных чтецов пройдет осенью. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Продолжение следует...